Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы заглянем немножко в будущее и поговорим про так называемых цифровых двойников. Двойников в медицине и поговорим про двойников в кардиологии в конкретной области с конкретными показателями, характеристиками. И вот нам об этом поведает директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Юрьевич Копылов. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите нам про ваши работы в области построения модели, в остроении модели цифрового двойника для кардиологии. Как вы это используете и для чего? Во-первых, очень правильно вы поставили вопрос. И это правда уже то будущее медицины, к которому мы стремимся. Которое, по сути дела, уже настоящее. И это, конечно, уже тот... Когда мы говорим про цифровых двойников, нам в медицине пока еще кажется, что это невозможно или еще это очень далекий путь. Потому что мы, с одной стороны, знаем, что наши коллеги, там, математики, инженеры, они уже перешли, как говорится, на этот уровень. Уже там и автомобили, и самолеты, они все уже делаются, когда рассчитываются определенные параметры, это все уже делается на цифровых моделях. То есть уже там машину разбивают уже крайне редко, уже все просчитано, скажем так, математически. А когда мы говорим в области здравоохранения, то тогда мы видим, что этого пока еще нет. Ну, то есть мы пока еще там просто делаем обследование, берем параметры, по ним производим там какие-то диагностические оценки, что-то делаем, назначаем какое-то лекарство или там какое-то оперативное вмешательство. То есть у нас нету пока еще вот той, скажем так, модели, на которой мы можем смоделировать что-то, посмотреть, что будет после и сказать, да, значит, делаем, допустим, такую операцию или не делаем такую операцию. Вот. И это, конечно, очень серьезный такой барьер пока, потому что математические модели в медицине, они сложнее и часто на порядок или даже на порядке сложнее, чем механические модели какого-то там, не знаю, самолета или там машины. Как бы это ни страшно не звучало, потому что количество взаимодействия, оно существенно выше. Вот. В нашем же случае мы взялись за такую проблему, и мы видим, что на сегодняшний день это вопрос моделирования пока систем или органов, ну то есть там или функции какого-то органа. То есть пока выйти на моделирование там всего организма математическим, то есть еще пока нет таких возможностей, я имею в виду, технических, чтобы промоделировать всего пациента. То есть мы можем пока только подходить к системам. И мы с нашими коллегами, математиками из Института вычислительной математики РАН подошли к этой проблеме, то есть уже они работают у нас. Это группа под руководством Юрия Василевского, очередной корреспондент Академии наук. Мы смогли сделать цифровой двойник кровотока сердца. То есть по данным компьютерной томографии восстановить кровоток по крупным артериям сердца для того, чтобы рассчитать так называемый фракционный резерв кровотока. То есть это когда мы по всему дереву сосудов можем рассчитать соотношение давлений, ну, то есть это знак аорты и в дистальных частей артерии. То есть это как раз тот инструмент, который повторяет физический инструмент, то есть когда мы заводим в сердце специальную катетер, специальную такую трубочку, которая меряет давление. И она может померить давление там до и после сужения. И на основании этого принимать решение, нужно проводить операцию или не нужно проводить операцию. А как это технически выглядит? То есть вот есть, допустим, КТ человека. Как дальше, насколько сложно из этого КТ сделать математическую модель? Она будет индивидуальна для каждого человека? Или есть некоторые, может быть, общие шаблоны, которые подходят большому количеству людей, которые потом уточняются? Это как раз вот в этом и есть смысл создания цифровых двойников, потому что современное математическое моделирование в медицине, оно подразумевает под собой, по сути дела, два этапа. Это создание такой, ну, скажем так, генеральной модели, то есть того, как должна строиться. Ну, то есть в данной ситуации вот это там кровотока сердца, то есть общая модель. Вот. А дальше под каждого конкретного пациента создается персонализированная математическая модель. То есть она не повторяется, значит, никогда не повторяется. То есть под каждого конкретного пациента будет построена своя отдельная модель, на которой как раз это все рассчитывается. Делается это таким образом, то есть проводится КТ-ангиография пациенту, то есть проводится исследование с контрастом, как по сосудам течет кровь. Дальше этот блок картинок, срезов, он погружается в программу специальную, где обрабатывается, происходит автоматическое сегментирование артерий, то есть выделение из всего массива картинок самого дерева сосудов, ну, то есть как сосуды расположены. Тут есть очень много нюансов, потому что у каждого человека сосуды расположены индивидуально. У кого-то там чуть правее, у кого-то чуть левее, ну, то есть у кого-то там ветвление другое. То есть это в том-то и сложность в том, что у каждого человека вот анатомия этих сосудов, она своя. И дальше уже там идет несколько фаз преобразования, построения, значит, этого дерева, построения там оси как раз, то есть одномерной структуры, как кровь, по сути дела, потом движется по сосудам. И идет расчет вот этого фракционного резерва, чтобы мы могли понять, как, то есть какой сосуд и в какой мере поражен. Ну, то есть если есть в сосудах сужение, мы можем оценить эти сужения, оценить там их продолжительность стеноза, то есть длину этого сужения, глубину, и уже на основании этих данных произвести вот этот расчет по всему дереву фракционного резерва. И это скажет и кардиологу, и хирургу о том, нужно или не нужно оперировать в данном конкретном месте. А можете ли вы просчитать как-то, ну, последствия операции, не знаю, там, исход операции, когда вы поняли, что, допустим, да, нужно, дальше каким-то образом предположить вот... Да, и это самое важное, на самом деле, или одно из самых важных функций математического моделирования в данной ситуации, что на модели можно всегда просчитать, что будет, если мы уберем этот стеноз. То есть, грубо говоря, мы его на этой модели ликвидируем, то есть как будто просвет сосуда точно такой же, как там у двух соседних участков, то есть там до и после, и можем... Пересчитываться все модели. Да, и мы можем пересчитать и сказать, что да, допустим, если мы убираем этот стеноз, то тогда там ниже по течению ситуация там существенно улучшается. Или наоборот, если мы здесь убираем, то там радикального изменения ниже по течению не будет. И от этого будет зависеть тогда, нужно или не нужно будет оперировать. То есть это как раз помимо того, что это инструмент диагностический, это еще и инструмент прогностический, то есть это инструмент... Предиктивный. Предиктивный, да, для того, чтобы понять, что же случится в случае отсутствия сужения в данном конкретном месте. Это как раз вот то, к чему мы стремимся, к тому, что называется полноценным цифровым двойником. То есть это ведь функция основная цифрового двойника, чтобы она как бы была заменой реального органа или системы, или пациента, то есть на котором можно просчитать, а все-таки что же будет, если мы применим какое-то воздействие. Это как-то у вас визуализировано все это дело для пациента, либо это просто в виде цифр, табличек и расчетных... Нет, это все визуализировано в первую очередь для врача, потому что врач как бы смотрит на сосуды сердца, смотрит, как они расположены, как происходят все этапы сегментации, как идут все расчеты. И так как это не, ну скажем так, полуавтономная система, то есть большинство операций сама программа делает самостоятельно, то есть она там сегментирует, но в критических моментах она спрашивает у врача, правильно ли я делаю. Подтверди, пожалуйста, что я, то что я там определила, например, сужение, что я права. И врач должен тогда там либо подправить, либо согласиться с тем, что программа сама сделала. Потому что там от определенных значений, то есть от степени стеноза, от продолжительности стеноза, очень сильно зависит, ну, то есть расчетные показатели, и поэтому врач должен, а, удостовериться, что да, машина нашла все правильно, и б, подтвердить параметры, те, которые автоматическим образом определены. Вы уже используете модель на практике? Есть ли уже конкретный клинический опыт пациенты, которые прошли такие моделирования и после хирургии? Да, безусловно, значит, и это может быть посмотреть, то есть как мы это делаем. Мы специально, то есть это можно будет посмотреть прямо, как говорится, поучаствовать в том, как это происходит во всех этапах, скажем так, все очень наглядно продемонстрировано. И да, мы, значит, уже сделали и клинические испытания у нас в университете, и мы проводим сейчас еще в двух центрах внешних клинические испытания, чтобы удостовериться, что эта программа работает и что ее можно внедрять полноценно в наше здравоохранение. Как вы считаете, нужно ли делать подобный цифровой двойник, моделировать для каждого человека, может быть, для здоровых людей с точки зрения скрининга, диагностики какой-то, либо это слишком сложно и нецелесообразно? Тут, в принципе, сделать это можно, вопрос целесообразности. Значит, в первую очередь это программное обеспечение, то есть этот алгоритм, он направлен на то, чтобы определить в сложных ситуациях, то есть так называемое пограничное сужение, то есть, допустим, там 70%, стеноз иногда там 60%, то есть когда не совсем понятно и кардиологу, и рентгенхирургу, нужно ли вообще вмешиваться в такой ситуации, потому что когда, допустим, стеноз, там, не знаю, там 20%, например, то трогать его, конечно, не нужно. Когда он там 95% или 99%, то, безусловно, да, значит, такое сужение, оно требует восстановления кровотока. А вот те пограничные сужения, вот как я говорил, там 70%, например, они всегда самые сложные в плане принятия решений, потому что мы всегда понимаем, что такое установка стенда. Установка стенда – это инородное тело в сосуде, оно в большинстве случаев не бесследно проходит для пациента, безусловно, да. То есть это, во-первых, сразу пожизненный прием лекарств, которые будут разжижать кровь, потому что нужно будет предотвращать абсорбцию тромбоцитов на инородном теле, чтобы, значит, не произошло тромбоза стенда. И, с другой стороны, это всегда на любое инородное тело наш организм реагирует повышенным уровнем воспаления и всегда как бы агрессивно относится к любым инородным телам, с каким бы покрытием там они не были бы и все. И это как раз, вы абсолютно правильно сказали, что самая лучшая операция – ту, которую они сделали. Вот это вот именно то, что если есть возможность не оперировать, то лучше не оперировать. И оперировать только по показаниям, потому что без этого никуда не деться. А можно ли рассчитать ухудшение ситуации? То есть я так понимаю, стеноз может быть на 70%, ухудшается ли он в будущем, со временем? И можно ли это предугадать, рассчитать? Безусловно, да. То есть это как раз, это как бы модель в обе стороны работает. То есть если мы хотим, ну, скажем так, ухудшить ситуацию, просто мы, мы просто ухудшаем показатели и смотрим, что, что получается в данном конкретном случае. То есть это как раз универсальная в этом смысле модель, что это можно ее как в одну сторону, то есть как прогнозировать, что будет, если мы убираем. Также мы можем и прогнозировать в другую сторону, что будет, если мы ухудшаем ситуацию, то есть увеличиваем степень стеноза. Поэтому, ну, просто в этом смысле этого особого смысла нет. Потому что мы понимаем, что если на сегодняшний день уже, допустим, там какая-то пограничная ситуация, то когда это ухудшится, то это станет тоже критической. Интересно, а какие, ну, вот следующий шаг вы видите, допустим, ну, я так немножко в будущее хочу заглянуть, что дальше? То есть мы сейчас имеем двойника конкретного какого-то, даже не то, что системы, а пока конкретной ситуации такой вот, а может быть дальше вот какие-то у вас есть? Да, и мы, во-первых, сейчас относительно этой истории. То есть мы сейчас уже делаем как бы вторую часть этого алгоритма. мы его складываем с, ну, с перфузией миокарда. То есть это когда кровь протекает по мышце самой сердца, то есть по самому миокарду. Это очень важно, потому что с помощью этого как раз оценивается настоящая ишемия. То есть то состояние, когда не хватает какому-то участку ткани, протекаемой кровью. Особенно под нагрузкой, то есть когда получается так, что у нас тот, то сужение большого сосуда, оно является критическим для того, что все, что находится ниже по течению, то есть когда не хватает крови здесь. И мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы сложить этот, ну, эти как бы там две модели в одну большую модель, когда мы можем полностью оценить, как кровоток, то есть как кровь течет по всему миокарду. И это в конечном итоге говорит нам о том, что да, вот так мы можем оценить, пока это только, условно говоря, там расчетная разница давления, а так мы это можем наглядно оценить по тому, в каком регионе сердца не хватает протекаемой крови. И это, ну, скажем так, на порядок улучшает модель. То есть это тогда полноценно уже говорит о том, что происходит с каждым конкретным пациентом на основе такой большой персонализированной модели. И это как бы уже там, такой в мире модели еще ни у кого нету. Это тот алгоритм, к которому мы стараемся прийти. Потому что на эту часть, вот на первую, про которую я говорил, мы уже получаем регистрационное удостоверение, чтобы запускать. А вторая часть, там, условно, там, в разрезе, там, полутора лет, мы также будем выходить на регистрационное удостоверение. Вот. А следующие этапы вот этого моделирования уже, при том, что это все делается из компьютерной томограммы, что крайне важно, то есть это, по сути дела, можно сделать как бы за одно исследование. А следующее, мы сейчас тоже сейчас работаем над этим, это не менее интересно, потому что по компьютерной томограмме можно оценить степень воспаления в сосудах. То есть есть определенные алгоритмы по плотности жировой ткани вокруг сосуда, то есть по переваскулярной ткани, оценить наличие бляшек, и причем бляшек, ну, скажем так, активных, с которых идет воспаление, то есть нестабильных бляшек, и стабильных бляшек. И вот это вот, конечно, крайне заманчивая идея, потому что если можно построить такую как бы трехфакторную модель, то есть когда у вас есть стеноз, значит, ну, оценка стеноза по фракционному резерву, вы можете оценить его по перфузии, то есть есть ли коллатерали, то есть есть ли сообщение между областями сердца, и потенциально может быть там тот стеноз, который мы видим на большом сосуде, и он не нужно. И третье, если мы видим вдоль самого сосуда стабильность или нестабильность бляшки, то есть, как говорится, с какой скоростью бежать, то есть вмешиваться максимально агрессивно и максимально быстро, или там вмешиваться обычным рутинным способом. И вот на подобные модели, и все это, естественно, говорю, все это как бы получить из одного исследования клинического, и дальше только уже математическим образом пересчитывать. Вот это вот то совсем недалекое будущее, которое нас ждет, и это совершенно другой уровень понимания процессов в сердце, и самое главное, прямой выход на принятие решения и в кардиологии, и в кардиохирургии. Ну и дальше, я так понимаю, задача такая глобальная, это соединить вот эти все модели с сердечно-сосудистой системой, с нервной системой. Ну да, это уже совсем далекое, а может быть не такая уже далекая перспектива, это, конечно, потом соединение разных систем. То есть, когда все модели, как говорится, будут плюс-минус построены, дальше это все будет склеиваться в одну большую модель пациента, но это, конечно, уже совершенно другие вычислительные мощности должны быть для этого. Так что медицина все больше и больше становится математикой, это уже перестает быть вероятностью наука, когда мы там в процентах что-то считаем, что может быть, а может не быть, и мы видим, как прям на наших глазах это все происходит. То есть мы очень скоро, врач станет почти математиком, почти оператором, почти, почти айтишником, в общем, вот так вот. И это, конечно, немножко обидно, что искусство все меньше и меньше становится в медицине, но зато мы совершенно приобретаем такие инструменты, о которых раньше даже не могли подумать. Спасибо большое. Спасибо вам.